Задача 1-3-18 Савченко. В сферической лунке прыгает шарик, упруго ударяясь о ее стенке в двух точках, расположенных на одной горизонтали. Промежуток времени между ударами при движении шарика слева направо всегда равен Т1, а при движении справа налево Т2, неравное Т1. Определите радиус лунки. К задаче прилагается вот такой рисунок. Вот лунка в форме полусферы. В ней прыгает шарик, отскакивая от поверхности лунки в двух точках, расположенных на одной горизонтали. Вот центр лунки. В одну сторону шарик движется на протяжении промежутка времени Т2. В другую сторону шарик движется на протяжении промежутка времени Т1. Эти значения времени не меняются. Даны по условиям Т1 и Т2. Вся эта система находится в поле тяжести. Вектор Ж. Нужно определить радиус лунки. Давайте сразу покажем центр этой лунки и приступим к обсуждению задачи. Во-первых, если времена Т1 и Т2 все время одни и те же, это означает, что удары шарика о лунку абсолютно упругие. Это раз. Второе. И так можем даже себе записать. Удары абсолютно упругие. Второе. Дальность полета, давайте ее обозначим буквой L. Одна и та же. И по высокой траектории она называется навесной. И по низкой траектории она называется настильной. Поскольку L1, дальность полета в одну сторону, равняется L2. И давайте обозначим ее просто буквой L. Это означает, что сумма углов бросания равняется 90 градусов. Давайте сейчас вот этот фрагмент рисунка покажем в укрупненном виде. Вот кусочек этой полусферы. Вот перпендикуляр к поверхности, от которой шарик отскакивает. Вот одна траектория. По ней шарик прилетает вот в эту точку. Вот другая траектория. По ней шарик улетает из этой точки. Углы бросания касательные здесь, касательные здесь. Углы бросания отсчитываются от горизонтального направления. Значит, вот этот угол мы обозначим α1. А вот этот угол обозначим α2. Поскольку дальность полета в одну и в другую сторону одна и та же, то, как известно из теории движения тела, брошенного под углом горизонту, сумма этих углов 90 градусов. Итак, отсюда следует, что α1 плюс α2 равняется 90 градусов. Далее. Поскольку удар абсолютно упругий, то выполняется своеобразный закон отражения. Угол падения равен углу отражения. Угол падения отсчитывается от перпендикуляра к отражающей поверхности. Давайте введем вот такой угол. Я его другим цветом обозначу. Вот этот угол. Угол, под которым наклонен перпендикуляр. Обозначим его буквой φ. Тогда угол падения это будет φ минус α2. Вот касательное. Угол падения φ минус α2. Угол отражения α1 вот направление касательное α1 минус φ. угол отражения α1 минус φ. Они одинаковы. Следовательно, мы можем записать φ минус α2 равняется α1 минус φ. Давайте найдем отсюда φ. У нас получится, если перенести это влево, а это вправо, 2 φ равняется α1 плюс α2. Это 90 градусов. Отсюда следует, что угол φ равен 45 градусам. Вот этот угол φ 45 градусов. Это очень важно. Под этим углом направлено к центру сферы направлен к центру сферы радиус. Из соображения симметрии такой же будет угол и здесь. Вот это углы по 45 градусов. Треугольник у нас равнобедренный. Это радиус. Это радиус. Значит, поскольку сумма углов 180, эти по 45, значит, это угол прямой. Тогда посмотрите. Дальность полета это как диагональ в квадрате, сторонами которого равняются, являются радиусы. Отсюда следует, что дальность полета в корень из двух раз больше радиуса. L равняется корень из двух умножить на R. Возьмем это себе на заметку. Идем дальше. Удары абсолютно упругие. Следовательно, скорость при подлете и при отлете в момент удара, точнее, сразу перед моментом удара и сразу после момента удара одна и та же. мы можем это записать так. V нулевое 1 равняется V нулевое 2 равняется просто V нулевое. Продолжаем. Поступим следующим образом. давайте найдем время T1 зная угол альфа 1 и считая, что нам известна скорость сразу после удара, то есть V нулевое. Движение у нас равноускоренное с ускорением G. Ну, возможно, вы помните формулу для времени полета тела, брошенного под углом горизонту, но мне кажется, лучше лишний раз ее вывести, потому что физику важнее процессор, чем память. Вспомним только одно. Вспомним, как меняется скорость при равноускоренном движении. V в любой момент времени равняется V нулевое в начальный момент времени плюс G вектор T. Теперь проведем координатные оси. Горизонтальную X и вертикальную Y. Тогда можно записать V нулевое V Y V Y равняется V нулевое Y плюс G Y T. половину времени шарик поднимается, половину времени он опускается. Значит, если мы положим, что момент времени T малое равняется половина времени движения шарика, мы рассматриваем вот эту настильную траекторию T1 пополам, то в этом случае VY в этой точке равна нулю. Здесь шарик движется горизонтально. VY равняется нулю. V нулевое Y это проекция на ось Y вектора скорости V нулевое вот этот вектор можно вот здесь поставить V нулевое первое. это будет V нулевое Y равняется V нулевое на синус альфа 1. Альфа 1 это угол бросания когда тело летит по траектории навесной. И наконец GY равняется минус G потому что ось Y у нас направлена вверх а ускорение направлено вниз. Тогда подставляя вот эти все результаты сюда мы получаем 0 тело останавливается в верхней точке траектории равняется V нулевое синус альфа 1 Ж у нас минус G минус G T1 пополам. Давайте отсюда найдем T1 T1 равняется 2 V нулевое синус альфа 1 делить на G. Т2 таки же точно рассуждения мы могли бы провести анализируя вот этот участок где время полета T2 и тогда мы могли бы записать T2 равняется 2V нулевое 2V нулевое синус альфа 2 делить на ускорение свободного падения. и вот тут полезно вспомнить что угол альфа 1 плюс альфа 2 равняется 90 градусов поэтому альфа 2 или лучше сразу написать синус альфа 2 равняется синусу 90 градусов минус альфа 1 а это косинус косинус альфа 1 и давайте вот эту формулу запишем еще раз например вот здесь T2 равняется 2 V нулевое косинус альфа 1 делить на G и так мы связали с одними тем же углом альфа 1 время движения шарика в одну сторону и в другую теперь как-то нужно перейти к радиусу лучше всего это сделать если мы найдем дальность полета возвращаемся к вот этой формуле и тогда мы можем сказать что в любой момент времени проекция скорости на ось x равняется проекции начальной скорости на ось x плюс проекция ускорения свободного падения на ось x умножить на t ось x направлена горизонтально вектор G направлен перпендикулярно оси x поэтому эта величина равна нулю а раз так то Vx равняется V нулевое x то есть остается постоянной величиной это просто лишний раз напоминает нам о том что по горизонтали шарик движется с постоянной скоростью равномерно это с одной стороны а с другой стороны мы можем записать равняется V нулевое на косинус напоминаю мы анализируем вот эту траекторию значит косинус альфа 1 теперь мы можем записать чему равнодальность полета дальность полета L равняется Vx то есть V нулевое косинус альфа 1 V нулевое косинус альфа 1 это скорость горизонтального перемещения умножить на время которое для этого потребовалось а это время у нас T1 на T1 а теперь посмотрите пожалуйста на вот это произведение и вот сюда это одно и то же значит мы можем записать что V нулевое косинус альфа 1 равняется T2 умножить на G и разделить пополам и мы можем это подставить сюда L равняется T2 на T1 делить на 2 T1 T2 пополам умножить на G и теперь вспомним что дальность полета связана с радиусом лунки то есть корень из 2 R равняется T1 T2 делить на 2 умножить на G таким образом ответ задачи выглядит так радиус лунки равняется T1 T2 делить на 2 корня из 2 умножить на G задача решена планы в на Продолжение следует...